Здравствуйте! Вы смотрите программу Смыслица, еженедельную разминку по русскому языку. Сегодня наша тема – амонимы. Это слова, одинаково звучащие, но никак не связанные между собой по смыслу. Само явление созвучия абсолютно разных слов носит название амонимии. Вот примеры рекламных слоганов «За прекрасный пол» – реклама паркета, «Смени пол» – реклама линолеума. Амонимия может использоваться и как средство оценки. Например, совок, сокращенно от «советский человек», намеренно было сближено по звучанию с социально низким предметом. Амонимия получила распространение в современном молодежном и компьютерном жаргоне. Например, мать-материнская плата, клава-клавиатура, тем самым превращая его не в порождающую, а в дублирующую языковую систему, затрудняющую коммуникацию. Кстати, различаются четыре типа амонимов. Лексические амонимы, то есть слова, совпадающие по звучанию и написанию во всех своих формах. Девичья коса, песчаная коса. Амоформы – это слова, совпадающие по звучанию и написанию только в определенной форме. Три балла, три чище. Амофоны – слова с одинаковым звучанием, но разным написанием. Костный бульон и костные взгляды. Амографы – слова одинаково пишущиеся, но по-разному звучащие. Замок – замок. Лексические амонимы возникают в языке двумя путями. Либо вследствие звукового совпадения различных по происхождению слов «брак» – древнерусское супружество и «брак» – немецкое изъян. Либо в результате семантического разрыва между значениями многозначного слова. Брань – ругательство, оскорбление. Брань на вороту не виснет. И брань – битва, поле брани. Некоторые ученые к амонимам относят только те слова, которые имеют различную этимологию, то есть происхождение. Каковы же причины звукового совпадения различных по происхождению слов в русском языке? Ну, например, исторические звуковые изменения. Лук – растение и лук – оружие. Носовое «о» во втором слове совпало в древнерусском языке с «у». Второй случай – это совпадение заимствованного и исконно русского слова. Град – атмосферное явление и град – город в старославянском. Третья ситуация – это звуковое совпадение слов, пришедших из разных языков с разным значением. Фокус – латинского происхождения, оптический фокус. И фокус – немецкое происхождение, трюк. Четвертый случай – это амонимия слов, пришедших в русский язык из одного и того же языка-источника, но имеющих различные значения. Например, из французского языка к нам пришло слово «мина» – снаряд, и из французского же «мина» – выражение лица. И, наконец, независимое образование слов по разным словообразовательным моделям. ГАЗ – природное топливо и ГАЗ – Горьковский автомобильный завод. В следующий раз я расскажу вам, как можно использовать амонимы в языковой игре. Пусть наша речь будет безупречной. До встречи!